Здравствуйте, друзья! Слава России! Пару посейдонов и сармат очень много решит для нас, для всех. Сейчас в тесте катушка. Потом палка, значит, студийный в обзор был уже этой катушки. Это Абу-Гарси 5-го поколения, Revo SX, полная у нее аббревиатура, там я уже не помню. Значит, катушка явно сделана на американский рынок, ну, собственно, по обзорам это и видно. 35-я глубокая шпуля вмещает достаточное количество толстого носителя. Длиннющая ручка, сколько там, я не помню, смотрите в обзоре, 90 или 95. Очень мощные, длинные кнопы. Держать просто, просто обалденно за них. Вот предыдущая EXD, у меня рука срывалась с них. Здесь, во-первых, и залипает лучше. И эргономика вот этих вот, вроде простеньких кнопок, просто на высоте обалденная. Кулачковая, шестигрузиковая центробежная система, не отключаемая. IVC B6, но не отключаемая. Многие в недоумении, зачем, почему. По качану, для американского рынка это нормально. Еще раз говорю, 35-я шпуля. Высокая инерция. С флорокарбоном эти кулачки для нее ничего не значат. Что это значит? Почему большое количество кулачков я уже говорил в предыдущих видео. Повторю вкратце. Так или иначе, кулачок, бегая по своему зеркалу, зеркало имеет микроструктуру, какую-то хонинговку, рисочки. В данном случае у обушек это перпендикулярное расположение оси зеркала. Оно не идеальное. Вот почему я говорил ранее, что когда его отполируешь, чуть-чуть стабильнее с тормозилка работает. Она даже может чуть лучше тормозить, перетормаживать. Но хождение кулачков, микропустот под микрокулачками нету такого количества, когда она отполирована. А когда она не отполирована, в данном случае они уже делают полированные, раньше какие-то они были дурацкие. Вот у меня был первый MGX, я на нем полировал. Но тем не менее, значит, один кулачок где-то там микро подскакивает, у него торможений нет, а другой сидит. И когда их 6 работает, у вас стабильность тормозилки, стабильность, без нервозности, гораздо выше, чем вы ставите один кулачок, но регулируете дальше осевиком. Это неправильно. Ну, разве что в каких-то нюансах на какой-то дальний бросок, если вам нужно, один не справляется, а чуть-чуть оси. А когда вы работаете на средней и ближней дистанции, это, конечно, глупость большая, работать осевиком и выключать все кулачки. Зачем? Это значит, вы просто не понимаете, что у вас за тормозилка, что за катушки, вообще что вы делаете. Воблер, значит, удилище унцовое 7, оно 7,2 длиной, это 2... Я сейчас не вижу в обзоре, смотрите, 2,13 что ли. 2,18. Проделивще потом, значит, унцовое. 2,18. Под эту катушку вообще унция плюс, скорее всего. Шнур специально намотал. Ну, еще раз говорю, флюорокарбон у меня только новый, гробить не хочу его, к тому же новый пока он скользкий, сейчас буду я здесь... Надо, чтобы он микроворкс получил, чтобы нормально бросать. Пока он новый, поэтому у новичков бывает, что отторжение от флюора, когда они начинают делать с ним перебежки и все так вот. Вообще, камера нормальная. Может, чуть пониже. Шпуль достаточно глубокий, еще раз говорю. Чисто под толстый флюорокарбон 16+. Можно и 14, конечно, мотать с бэкингом или без. Неважно, американцы вообще по барабану, но по факту. Либо толстый шнур. На максимуме. Тормозное зеркало отдалено на максимум. В данных IVC-B6, IVC-B4, чем дальше зеркало, тем больше торможение. Кулачки шире расходятся. Чем ближе зеркало кулачки идут по меньшему радиусу, торможение меньше. Вот на максимуме. Волгер 11 грамм. Никакая линейная система не сравнится с кулачками. Перетормоз есть, конечно. Но сравнивать с линейными магнитными никак нельзя. Причем вот туда, куда летит вот этот воблер, на EXD, на приблизительно таком же торможении проблем не возникает с холодными шарами. Вот просто вот сейчас вот при вас первый раз бросил. Ну, второй. Один раз бросил, потом включил камеру и погнали. Кнобы просто супер. Кулачковая система. И в данном случае, вот та, которая здесь сейчас, позволяет вам делать очень резкий бросок. происходит торможение из-за инерции силы... Кулачки прижимаются сильнее из-за повышения скорости шпули. И происходит торможение. Но оно со старта легко и гасит вам то, что не было перебежки. Значит, линейка, вот в данном случае, предыдущая, она всегда давала индукцию. Вот для этого воблер на это же расстояние. И то происходили какие-то микровспущения. Здесь вот этого нет совершенно. Вот сейчас будем смотреть с вами вместе, что такое 6 кулачков. Здесь совсем по-другому. Если на EXD сверху регулятор шел, то здесь снизу вверх. Можно путаться. Если у фаната Абу Гарсии, то немножечко привыкли к одной, теперь тут наоборот, снизу вверх пошло. Вот здесь, конечно, есть кликеры. Достаточно жесткие. Это хорошо. Сразу ставлю на 6 часов. Еще раз повторю. Идет где-то здесь тормозилка. А от 20.00 ставлю на 18.00. Это несколько клик. Бросок плавный. 11 грамм воблер не летун. Специально поставил. Что мы делаем? Вот плавный бросок, смотрите. Там плавный бросок не был спущен у меня. На линейках. Резкий бросок, ну при определенной настройке. Давал спущение на этом воблере. Вот сейчас плавный бросок, смотрите. Спущения нет, летит дальше. 6 грузиков каких-то. Нахрена они там? Так, посмотрите. Даже самая настройка, но делаю резкий, брат. Даже пальцы рядом не держу. Три клика в минус. Ничего нет? Плавный бросок. Вообще бояться не надо. Но при этом полет легче, чем на стоках, на магнитах, на обушниках. Еще три клика в минус. Славный бросок. Но летит практически туда же. Такого прям вот резкого изменения нет. А на магнитах есть. То есть диапазон смещения даже на три клика, там другой будет. Казалось бы, должно быть все наоборот, а нет. Хотя почему наоборот? Резкий бросок. На плавном была небольшая перебежка, на резком нет. Логично. Кулачки включаются эффективнее. А на линейке индукция включается медленно, но совсем по-другому. Наоборот все получается. На медленном броске вы не испытываете перебежки, потому что он более-менее стабильно там пошел. На резком броске есть перебежка, потому что индукция не справляется. А линейный магнит, именно, не справляется. И еще три минус. И это на 15.00 стоит. Кулачки свистят, как айвиси бит. Хоть чуть-чуть прибавляется дальность. Славный был бросок. Резкий бросок. Нет проблем. Питчен, нет проблем. Перебежек нет. То есть вы заметили, три клика делал. Если делать по одному, будет еще тоньше настройка. Еще три. В минус. Летит уже заметно дальше. Славный бросок. Слушай, иди зевай как. Сал. Иди с бабкой поговорять. Кинул не то, что высоко. Сам воблер пошел высоко, критично. Черебежек нет. Черебежек нет. Слушай. Какой-то любопытный. Еще три. В минус. Черебежек нету. Летит чуть дальше. Воблер почти поручащий. Соответственно, если я брошу речи, тоже не будет. В этом плюс этой тормозилки. Она еще даже не притерлась. Когда притрется, она более стабильной будет. Ну и торможение может быть выше, конечно. Ну. Поставил на 12.00. Ага. Начались уже небольшие вспучивания. Ну, естественно, они не должны быть на максимальном минусе. Воблера. За 11 грамм. Да еще и не витали. Это был плавный. При резком чуть меньше перебежек. Но уже появились. Сразу на этой позиции ставлю Рудру. Люди наглые такие, любопытные. Встанет здесь. Встанет будет смотреть на тебя. Вот за всю жизнь приобрел любопытство. Ну, помил любопытства, там еще что-то. Там эта хрена приобрел. Она одна страть не бывает. На той же позиции. 12.00 почти близко к минусу. Так, нашел я бумажку. Какая у нее втяжка. Нашел бумажку, поделял бумажку. Значит, втяжка 74 сантиметра. Ну, учитывая, что здесь толстый шнурок и заметно уменьшается шкуля. Соответственно, что-то среднее. Ну, почти 60. 19 грамм воблер. Воблер, не джиг какая-то. С 2,18-унцовой палкой. Извините, это не дрын, там длинный какой-то. Он кастовый. Боковой, средний бросок. Четыре кулачка на 12 часах. Вот, как есть, так и есть. Давайте чуть мощнее вложу. Воблер ветвится. Ну, летит туда же. Ручки класс вообще. Длинный рычаг. Просто обалденно. Катушка с жестким кузовом. Эргономически удобный. Бампер передний. Позволяет класть палец. И палец не задевает... Американцы любят сюда класть палец. Не задевает оба... Бегунок сам. Так. Минимум. Начинаю с плавного броска. Не хвачу. Трэш. Сенсорика такая пошла. Как DC по звуку. Легенький бросочек. Не перебежь, ничего нет. Понимаете, я вообще никогда не ругаю инженеров. Если они что-то делают, значит они делают правильно. Если я что-то переделываю, и вы что-то... Я не знаю, как вы... Когда я что-то переделываю, то я это переделываю под себя. Адаптирую. Но когда инженеры работают, они знают, что делают. Ага. Пошло вскучивание. На... На максимуме. То есть в принципе... В принципе. При желании. Но не вижу. Вот... От минимума... От максимума до минимума. Кулачки трогать не надо. Если вы... Сейчас попробую джигу. Если вы там супер какой-то джигит. Ну, смысл брать центробеги. Хотя пофиг в принципе. Но... Все-таки вот EXD. Показал, конечно, просто. На короткой палке. Ну, понятно, что тут надо еще бросать-то уметь. Так просто, может, у всех-то и не получится. Класс летит. Сейчас сразу джигу. С лоббером все ясно. Давайте, знаете, что я сделаю? Значит, сначала в минус уйду. О, в плюс. В минус по весу. В плюс в тормозилке. Значит, поставлю... 6 грамм. Это не для того, чтобы... Эта катушка для 6 грамм. Она не для 6 грамм. Но чтобы показать ее... Значит, максимум. На максималке на тормозах. Ну, как БФС эффект. Будет у нее торможение паруса. Парусящей приманки или нет. Пожалуйста, вот вам и БФС. На катушке, которая не БФС. То есть, 6 кулачков на максимуме обрабатывают приманку без проблем. Парусящей. Вообще держать ничего не надо. Даже можно сразу понижая на 6 кликов. Вот о чем я вам говорил. Чем больше кулачков, тем лучше сенсорика у тормозилки. Она обработает вам любые приманки. Все ясно? Ну и, соответственно, ставим 26 джигу. Хорошо, не бойся. Не бойся. Сразу на минимум тормозилка. 26 грамм грузит. Чуть в утку не попал. Конечно, чувствуется немножечко работа кулачков рваной такая на большой скорости. Вот о чем я вам говорил. Если на малых еще нормально, то на большой скорости вот эти вот микропустоты сенсорика немножечко пропадает. Здесь я не перепутал. Где-то 75. Воу, я и не вкладывался. Давайте вложим. Ну, друзья, вот вам так скажу. Ну, понятно, что EXD, линейка, там нет никакого трения. Сенсорика на тяжелом джиге исключительная. Здесь есть трение определенное. Нарушение сенсорики чувствуется. Но я туда же кину. Я ей кину туда же. Ну, это для джигитов. Унция выше. Трогать кулачки не надо. Ну, попробуйте, выделите, кольцо можете. Но вот унция и выше трогать не надо. Вот сейчас первого заброса. Даже тоже не вкладывался. Оверхедом, но не вкладывался. Летит практически туда же. Причем, опять-таки, это толстый шнурок. Если тут будет по 1,5 стоять, то будет стабильно и далеко. Более стабильный будет. Я боюсь тут провода. Я, конечно, мог бы сейчас еще, но я прям боюсь прям в провода. Вот они, вот. Боюсь задеть, конечно. Ну, для джига катушка, конечно, вот за счет ручки только одной. Обалденно тянет. Жесткость кузова в торжественной высоте. Они, конечно, молодцы в этом смысле сделали. КОНЕЦ EXD подальше кидает. Получше. Здесь, конечно, тормозной эффект есть. Если нам нужен только дальнобойный джиг, просто один кулачок убирайте, один. Я думаю, что этого будет достаточно. И будет нормально. Ну, опять же, палка-то не длиннючая. Не форсирую бросок. Если, то есть, вот на шести кулачках 80 метров вы сделаете легко. Даже вот с этой палкой. 80. Вложитесь чуть-чуть мощнее, чем я сейчас. Я просто еще раз говорю, боюсь провода тут улететь. Если дальше, то один кулачок, наверное, убрать. Но! Для всего остального, для действительно поручающих приманок каких-то, а катушка, вот сами видели, обрабатывает от шести грамм и до до какого вам воблера надо? Там 30 плюс, она выдерживает рама, торсионная жесткость отличная у нее. То есть, в этом смысле, катушка, на мой взгляд, очень удачная они сделали. Эта серия. Ну и остальные, там, Рокет, там, у нее втяжка обалденная, там, что-то больше метра или 90. Ну что смысл ее тестировать? В общем-то, бюджетная версия, но так как она показала себя на средних резких бросках тормозилка, вы все видели, обрабатывает без проблем, не перебежит, ничего нету. Ну, понятно, что если руки пока еще растут из другого места, то, конечно, придется тренироваться. Но по факту, вот вам, что есть, то есть. Мне понравилось. Спасибо за внимание.